Потрясающий разговор у меня состоялся сегодня с главным, главным, главнейшим из главного управления, капитаном полиции, как он представился. Правда, потом он как-то переиграл и оказался не из главного управления, а просто из какого-то отдела полиции, но неважно. Потрясающий разговор, я предлагаю вам его посмотреть, послушать. Хорошо, что у меня во время звонка оказался под рукой второй мой телефон, на который я это все, собственно, записал. Ну и в конце видео будет короткий ролик, такое продолжение. Я позвонил в главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и, в общем-то, сообщил о телефонном номере, с которого мне поступил звонок и реакцию сотрудника дежурной части вы тоже в конце услышите. Остерегайтесь таких вот мошенников, которые представляются аж главными-главными, а не откуда-либо, а из Москвы. Приятного просмотра. Кому, кстати, будет интересно, как узнавать, что это действительно мошенники, пишите в комментариях, запишу отдельный ролик. А мы увидимся в следующих видео. Всем до встречи. Пока. А еще раз повторите, как вас зовут? Откуда вы? Иван Алексеевич. Иван Алексеевич. Иван Алексеевич. Капитан полиции с УВД ПЦА у города Москвы. Ага, так. А откуда у вас мой номер телефона? Расставила Федеральная служба безопасности. Да вы что? Интересно. Ну, давайте, продолжайте. Ну, я вам задал конкретный вопрос. Какой конкретный вопрос? Находитесь ли вы сейчас один или рядом присутствуют третий лиц? А какая это разница? Ну, вы меня внимательно слушали или с кем я рассказывал? Удивительный вы человек. Ну, давайте, давайте. Несколько нас здесь лиц. Да, давайте. Рассказывайте. Что хотите? На момент нашего разговора я попрошу отлучиться от третих лиц для того, чтобы я мог предоставить вам информацию, касательно которой с вами связались. Ага. И поэтому вы мне с частного номера звоните, да? Мне предоставили рабочий WhatsApp. WhatsApp. Создали связаться с отградными в таком формате. Ага. Но я вас тоже предупреждаю, что ведется аудиозапись. Фиксируется ваш номер телефона. Сейчас я буду писать обращение. Откуда вы? С управлением внутренних дел по Центральному административному округу города Москвы. Водоподзава города Москвы. Ага. Так. А какой там телефон дежурный? Сейчас. 7495-611-11. 7495-611-11. Так. Угу. Хорошо. Сейчас я туда наберу после нашего разговора. Давайте. Продолжим разговор. Вы уже отлучились от третьих сетей? Ну, предположим, да. Предположим, это вы не в детском садике, чтобы... Да вы тоже же не в детском садике. Давайте, говорите уже. Скорее всего, не совсем понимаете. Да, я же вам объясняю, что информация является последственного характера. Да вы что? Ну, замечательно. Продолжайте. Ну, вы что же меня запугиваете? Какая уголовная ответственность? Вы же не знаете, чем я занимаюсь, да? Меня забавляют такие звонки. Вы уже не первый, кто звоните. Нет, я не волнуюсь, чем я занимаюсь, я занимаюсь с вами, касательно вашей работы. Угу. Ну, так давайте. Нет, я просто про уголовную ответственность очень много чего знаю. В силу своей профессии. Отлично. Статья 161-я уголовно-процессуального кодекса. О чем-нибудь вам говорит? Говорит. Ну и что? И при чем здесь 161-я? Ну, недопустимость разглашения данных предварительного расследования. Ну, смотрите, чтобы предупредить меня об уголовной ответственности, мне надо все-таки понимать, да? И расписаться, что я предупрежден об уголовной ответственности. Я вас просто предупреждаю о неразглашении, поскольку мы сейчас с вами видим разглашение. Ну, видите, я же пока никому ничего не разглашаю. Вы ничего подписывать так же не должны. Мы с вами не встретились для того, чтобы вы подписывали какие-то документы. Ну, вот мне это и забавляет. Ну, давайте, давайте, говорите, что там случилось. Я вам задаю конкретный вопрос. Вы на данный момент в времени находитесь один? Ну, давайте. Мне интересно, я нахожусь один. Мне интересно, что вы скажете. То, что вам интересно, это очень хорошо. Да, замечательно. Надеюсь, что вы не встретились для того, чтобы заинтересовать вас как-нибудь. Это серьезная ситуация. Вы сейчас как-то играете какие-то игрушки, мне говорите, что я не знаю, чего снимаетесь. Мы с вами поступим другим образом. И непосредственно вам будет направлена повестка. Давайте, направляйте. А будем разговаривать. Поэтому мы будем собирать, в принципе, сумку. Что делать? Сумку собирать. Ну, управление в городе Москова. Чтобы создавать повестку. Да вы что? Реальные органы власти. Серьезно? Реальные органы власти неуполномочены заниматься данным разбирательством, поскольку поручение поступило в наше отделение. Заявитель выступает в городе Москвы. Здесь реально нахуй. Так а что же за заявитель-то? Что же случилось-то? В чем проблема-то? Ну, вот будете знать все, когда уже непосредственно приедете, мы с вами пообщаемся. Ну, я приеду. Шутник. Добрый день, дежурный. Сейчас слышу. Здравствуйте. Честно говоря, не совсем знаю, как поступить. Мне тут полчаса назад был звонок с мобильного номера. Человек представился аж капитаном главного управления МВД из Москвы. Чего хотел, не очень я понимаю. Очень настаивал на то, чтобы я с ним разговаривал наедине. Ну, хотя я, в принципе, и так наедине. Вот как мне поступить? Может, жалобу какую-то на телефонный номер подать? Или, может, это действительно с главного управления вдруг зачем-то мне позвонили? Это, ну, я бы даже вам не скажу, если он в Москве, да, у нас такие данных нет, как он работает. Вот. Хотите номер телефона и оставьте, с которым он звонит. Да-да-да. Просто он сказал, что сотрудникам выделяют специальные номера WhatsApp. Он мне на WhatsApp звонил. Такое вообще возможно? А WhatsApp, так это мошенники. Не, ну, я-то понимаю, как бы, да, что это мошенники. Но, знаете, как бы, такой звонок, он не очень приятный, там, угрожал какой-то ответственностью мне за что-то. Чего хотел, я так и не понял. Он так и не рассказал. Потому что, я говорю, объясните, что вы хотите. Очень хотел, чтобы вы были наедине. Да-да-да. Я думаю, может, как-то этот телефончик там где-то зафиксировать, чтобы его... Ну, хотя бы телефон заблокировали, если действительно это мошенники. Значит, номер плюс семь, девятьсот восемьдесят девять, сто девятнадцать, два ноля, шестьдесят. Все хорошо. Угу. Все хорошо. Все, спасибо большое.